добрый день дорогие друзья и сегодня хочу ответить на те вопросы по целительству которые пришли за время моего отсутствия и на те звонки и на те письма в вайбере в ватсапе и так далее на почту которые были смотрите я разделю вопросы сразу на несколько категорий одна из категорий достаточно такая стабильная людей кто пишет о том что он нуждается в помощи но никоим образом не готов сформулировать так что же случилось то есть человек присылает запрос помогите у меня проблема посмотрите меня и на этом все и дальше информации нет никаких медицинских обследований никаких выписок никаких симптомов ничего игра в угадайку я понимаю что это ваша игра да но вы играете в нее сами в данном случае я вам ничем не помогу и не смогу подсказать вам специалиста лучшем случае я могу давать дать вам просто телефон хорошего психотерапевта с кем вы можете поговорить о чем-то о чем вы захотите то есть это первый разряд писем который ко мне по приходил это люди которые не описывают свою проблему и не готовы говорить об этом вслух значит такой подход есть вторая категория людей это когда пишут жены мамы братья сестры кто угодно но только не сам больной не сам человек который нуждается в помощи и вот здесь уже работа вестись может но надо понять если человек не готов сам снять телефонную трубку и поговорить либо же написать о том что его беспокоит и что он хочет изменить своей жизни то он не готов и быть исцеленным у него есть очень жесткая вторичная выгода от того заболевания или тех отношений или той зависимости которая у него есть да и так как эта вторичная выгода есть она не осознается и нету готовности ее решать то работать человеком в таком случае становится бессмысленно в таком случае есть государственная медицина в которую вы можете прийти вам выпишут какие-то лекарства и радоваться тому что вам уделили время да и это тоже надо понимать что варианты я помогу вашему родственнику неизвестно каким образом когда он об этом не просит и этой помощи не желает это значит я получу откат потому что я вложу не в свое дело мне это тоже не надо да поэтому в данном случае если и будет помощь вестись то она будет вестись с людьми созависимыми то есть так как вы звоните значит вас это беспокоит значит с вами и будет вестись работа значит для вас я и помогу подобрать специалиста не для вашего брата либо родственника для вас потому что вас это беспокоит и вы сняли телефонную трубку есть третья категория людей это люди которые действительно больны например тяжелыми недугами или у которых в жизни приключились действительно серьезные обстоятельства и они хотят это изменить с такими людьми всегда приятно общаться потому что у них уже проявлен некий силовой потенциал и у них есть желание бороться за жизнь таким людям я могу помочь подобрать специалиста подобрать специалиста дело в том что понятие целитель это вот сваленное в одну кучу целителей очень много есть люди которые например лечат молитвами есть люди которые лечат там биоэнергетикой если люди которые лечат внушением гипнозом и так далее есть остеопаты есть биодинамисты есть 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 очень много мануалы массажисты кто угодно кинезиологи рекисты там направлений очень много и дело в том что во первых каждому человеку надо помочь сориентироваться какой инструмент для него будет работать потому что у каждого из этих людей будет разный инструментарий вы понимаете что например есть вещи которые можно вырубить топором но то что вырубишь топором не вырубишь скальпелем понимаете и наоборот то что сделаешь топором не сделаешь скальпелем техники психотехники бывают разные и зачастую человек начав с одной какой-то психотехники чаще всего например у человека есть тяжелое заболевание у него не хватает энергетического ресурса в таком случае человеку имеет смысл взять сеанс энергетического восстановления параллельно начать работать со вторичной выгоды параллельно подобрать какой-то комплекс физически от массажа до физических упражнений либо занятий какими-то спортивными нагрузками параллельно обратиться получить какую-то помощь медикаментозной для того чтобы ускорить процесс и это все делается параллельно потому что выздоровление это комплексный процесс потому что заболевание да но будет иметь корень в психосоматике где-то она будет иметь вторичную выгоду но если она отразилась на физике на физическом плане тела значит физикой работают по физике с энергетикой по энергетике с сознанием по сознанием по менталу поэтому все уровни должны быть охвачены и зачастую целители охватывают какой-то один пункт они достаточно узкие специалисты очень мало целителей которые могут работать по разным направлениям да такие люди тоже есть но их действительно мало вот поэтому зачастую я даю людям не один телефон а несколько говорю обратитесь к тому к тому к тому и в зависимости от того как за какую ниточку потянешь как начнет решаться вопрос если вы готовы раскрутить весь клубок заболевания то это сделать можно потому что практически все заболевания имеют психосоматическую основу и как бы больно не было слышать сейчас людям практически от всех заболеваний есть и ситуации есть вторичная выгода вторичная выгода например у матери болен ребенок да вторичная выгода мать заботится ребенке ребенок дает возможность проявляться матери и до того как случается заболевание до того как наступают вот эти созависимые отношения всегда на бессознательном уровне есть определенный договор договор о том что две души сыграют вот такую великолепную игру и эта игра может быть печальной для одной из сторон а может быть печальный для обеих сторон вот а возможно там сторон будет значительно большее количество вот и каждый раз вот эти договора уникальны и каждый раз эти договора ведут к осознанием и к развитию человека так строится это все в нашем бессознательном наиболее качественно вот эти моменты на мой взгляд описал колин типинг в своей книге радикальное прощение если вам интересно вы можете скачать эту книгу почитать и возможно с нее у многих людей уже начнется процесс работы над собой потому что зачастую человек элементарно хочет быть здоровым но не готов простить и отпустить те обиды и те негативные моменты которые были в его жизни а это вообще можно и нужно делать самостоятельно для этого не надо платить целителю для этого надо прочитать книгу заполнить анкеты если вам этого мало и вы что-то не понимаете прийти на тренинг и проработать сразу комплекс и это большой кусок сделанной работы вы убираете эмоциональный спам с эмоциональным спамом работать можно долго бесконечно вы можете ходить на психоанализ годами вот а можете все это ускорить и проработать самостоятельно поэтому дорогие мои когда вы обращаетесь с вопросами по целительству пожалуйста формулируйте четко ваши запросы постарайтесь чтобы звонил сам нуждающийся в помощи но если звоните вы значит будьте готовы что работа будет вестись с вами а ваш брат сват муж и так далее уже пойдет к вам прицепным вагоном если вы будете меняться то и он будет меняться и ваши договоренности на уровне бессознательного тоже будут меняться что касается целителей от целителей тоже есть письма и эти письма звучат обычно так я посмотрела человека но ничего не могу сделать я там поставила диагноз что у него там в прошлом была такая-то проблема но как это все изменить в настоящем я не знаю я там проверила рамками его чакры у него чакры закрыты ребят вот когда я читаю такие письма я понимаю что наверное в какой-то области вы специалист но вот такие диагнозы да когда вы передаете человека другому человеку или просите о помощи или демонстрируете свои способности как целителя вот мне практически ни о чем не говорят то что вы говорите должно быть проверяемо на объективность то есть на объективность проверить его седьмую инкарнацию или работу его чакр или еще как-то но вы же понимаете нету таких приборов сегодня которые выдадут объективный результат если вы мне сейчас начнете говорить про урограф и так далее программное обеспечение не хочу развенчивать здесь и сейчас но это все не объективно это все нет научно научно это когда человек пошел сдал анализы сделал узи прошел томографию и так далее и уже с этим обращается и уже есть отправные точки с чем работать в физическом плане в проявленном плане да все что касается духовного и душевного здесь могут применяться любые варианты включая и гипноз включая и регресс включая и рассказы и биоэнергетику и чакры и все что угодно они будут работать уже начиная с элементов внушения да то есть человек когда вам доверяет он верит в то что вы говорите и они могут работать и это так есть но когда вы обращаетесь и передаете как человек человека как целитель пожалуйста передавайте его с нормальным диагнозом тогда мне будет проще или моим помощником будет проще подобрать подобрать того кто может оказать ему качественно помощь и для тех кто планирует быть целителем да те кто пишут и спрашивают как стать целителем вот вдруг случайно во мне проснулся дар я начала чувствовать и у меня начали проявляться какие-то способности или там меня накрывают сны эти сны вещи такое бывает и это очень здорово что такое случается с людьми и вот в случае когда вы чувствуете что у вас есть внутри некий потенциал помогать людям да первое что надо сделать это помочь самому себе если после того как вы пришли в гармоничное компенсированное состояние и не нуждаетесь в помощи это знает чит вы принимаете мир таким какой он есть абсолютно в полном равновесии вот после этого надо выбрать и техники с которыми вы будете работать с людьми техник очень много и есть у людей разные предрасположенности есть как я говорю люди энергичные у них просто вот энергия пар из ушей и у них очень хорошо получается например разговорный жанр тогда надо будет выбрать какие-то вещи связаны например с это хилингом либо же с рпт либо же там с психоанализом ну не знаю направление разговорного жанра много до коучинг какой-то вот выберите выберите вы тоже будете помогать человеку вы будете работать со знанием в любом случае коучингу надо научиться абсолютно каждому целительную абсолютно каждому целительную надо уметь разговаривать с другим человеком вести и доходить до вторичной выгоды психосоматического психосоматической проблемы есть люди которые вот хотят заниматься энергетикой они не хотят разговаривать но они готовы здесь и сейчас оказывать какую-то энергетическую помощь в таком случае я бы я бы рекомендовала не статические практики типа рейки там оно конечно может работать да вот я бы рекомендовала более такие адаптированные уже курсы связанные например в той же самой кинезиологии те же самые та же самая энергетика которые там практики резет еще какие-то которые дают уже совмещение знаний физиологических и работы с человеком когда вы не просто проводник энергии когда вы можете работать с определенными точками когда вы можете работать с определенными каналами и работу выполнять более качественно и на сто процентов наверняка и так или иначе со временем вы придете к тому что очень здорово когда у вас в руках человек находится в глубоком измененном состоянии сознания ведь если вы начнете ему делать резет или рейки или еще что то человек обязательно загрузится в очень глубокое измененное состояние сознания и вы поймете что в конце вам не хватает проговора так вот зачастую вот здесь вот это соединение например гипнотерапии и каких-то энергетических практик просто великолепно соединение тета хилинга чем-то великолепно практики они очень классно соединяются и понимаете когда у вас руках много инструментов разных то вы можете компилировать на результат потому что нету двух одинаковых проблем у людей и нету двух одинаковых решений приходит человек и каждому человеку вы будете искать свои ключики один ключик будет открывать физиологию другой энергетику третье сознание и так далее и для каждого для каждого шага вам будет требоваться свой какой-то инструментарий но в любом случае вы так или иначе заденете все части и вы так или иначе будете работать с инстинктивными реакциями человека потому что зачастую многие заболевания у нас прошиты нашим реагирование и это все влияет на то как развивается наше заболевание как 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 идут процессы в теле и соответственно как идут восстановительные процессы поэтому понимаете пласт информационный очень большой с чего начать каждый выбирает сам но это именно начать а потом дальше каждый раз по мере движения от человека к человеку от помощи к помощи вы будете видеть какого инструментария не хватает и этот инструментарий добирать есть вещи универсальные техники универсальные например вот например для человека который вообще не знает чего стартовать в целительство я обычно говорю займись энергетическим восстановлением эта техника которая вот запомнил там два комплекса да больших комплексов и ты можешь помогать любому человеку и ты можешь здесь и сейчас работать потом ты ее можешь совмещать с массажными техниками потом ты ее можешь совмещать с другими техниками но как отправная точка она великолепна ранее к этим техникам я относила опять таки уже называла рейки жива и так далее но сегодня 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 есть более эффективные инструменты почему надо брать вчерашний день если можно стартовать со дня сегодняшнего да сегодня уже лучше там все-таки познакомиться с тем же самым эриком перлом с какими-то его наработками или там с наработками тани ерет новое или 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 да опять-таки вариантов много есть кроме того есть много хороших целителей людей с опытом которые которые делятся своими знаниями например я знаю украинских целителей хороших человек который например 20 лет работает с людьми и оказывает помощь если вы хотите стартовать почему не прийти не познакомиться с этим человеком не взять от него то что он умеет и что он может и потом дальше уже дорабатывать наворачивать своим это тоже вариант прихода целительства сегодня сегодня целителей будет становиться все больше почему потому что все чаще люди задумываются о том что таблетки хорошо но они не лечат да вы можете вылечить какие-то вирусные заболевания но если у вас начинаются аутоиммунные заболевания более-менее что-то серьезное то как правило как правило это все на длительное время и как правило медикаментозный результат крайне неоднозначен да и человек так или иначе вынужден приходить к тому что ему надо искать корни корни психосоматики так или иначе врачам нашим профессиональным некогда этим заниматься а психотерапевтам почему-то в нашем обществе не очень доверяют хотя зря вот ну значит пускай хотя бы целителям психосом 태о и так или иначе любой человек который занимается здоровьем он придет к правильному питанию и к правильному лечению да правильное питание здоровое питание об этом много говорят здоровый образ жизни об этом много Го vare но очень мало говорят отравничестве так или иначе человек придет к тому что он пьет что он заваривает как это влияет на его тело Человек придет к тому, что можно химические, какие-то медицинские препараты заменять на натуральные и так далее. И в какой-то момент человек приходит к травам, к растениям, к этому миру, к этому сознанию. И он для себя открывает другой мир. Вот как-то так. То есть целительство, подведем итог. Целительство – это комплексный подход предполагает. Это целый комплекс знаний, знаний невероятно обширных. И поэтому, когда вы подходите к этому, или вы нуждаетесь в помощи, или вы хотите сами оказывать помощь, то давайте все-таки подходить к тому, что есть огромная глыба, и надо подойти к ней с какой-то стороны. И подойти максимально информативно, чтобы и людям с вами было комфортно, комфортно, просто. Чтобы они наилучшим образом могли вам помочь. И вам был в дальнейшем результат. Ведь именно ваше доверие целителю определяет результат. Ваше доверие целителю определяет результат. Если вы целителю не доверяете, меняйте целителя. Либо же меняйте свое отношение. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok